Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами преимущественно работаем в онлайне, в дистанте, и вынуждены проводить занятия через специальные сервисы. Но многие преподаватели в своей деятельности во время занятий привыкли пользоваться маркерными или меловыми досками, на которых они пишут, рисуют какие-то схемы и так далее. Так вот, онлайн — это не повод отказываться от привычных форматов работы с доской. И более того, существует множество сервисов с разными виртуальными досками, которые порой даже настолько похожи на настоящие доски, что вы почти чувствуете запах маркеров. В общем, сегодня мы рассмотрим четыре сервиса. Они бесплатные, и с ними достаточно просто работать. И первый сервис, про который я бы хотела рассказать, — это Whiteboard Fox. Вам нужно будет ввести его название и попасть на сайт. Плюс этого сервиса в том, что здесь не нужно регистрироваться. Все, что вам нужно сделать, — это перейти на сайт и нажать кнопочку, вот эту большую оранжевую, Start Drawing. Create Whiteboard. И у вас появляется доска. В вашем распоряжении есть белая доска. Она сейчас пустая. И большой плюс этой доски в том, что она разлинована на клетки двух размеров — на большие и на поменьше. У нее достаточно простой интерфейс. То есть вы видите карандашик Draw. Когда вы его активируете, вы можете выбрать цвет. Давайте я оставлю черный. И при помощи мышки, зажимая левую кнопку, вы можете писать. Это могут быть ваши уравнения какие-то. Либо вы можете рисовать какие-то схемы. Ну и, в принципе, пользоваться этой доской как вполне обычной. Здесь есть две стрелки. Отменить действие, вернуть действие. Есть также ластик. Вы можете стереть часть рисунка. И более того, доска здесь огромная. И вы можете не стирать то, что вы написали, а воспользоваться вот этой кнопочкой Move. И опять-таки, зажимая левую кнопку мыши, просто передвинуть доску и опять сделать себе пустое пространство. Еще один плюс этой доски в том, что вы можете сохранить все, что вы на ней написали. И, например, выложить в ваш электронный курс. Для этого нужно нажать кнопочку опции, вот эту вот с настройками. И нажать Snapshot. Программа автоматически сгенерирует изображение, которое вы можете сохранить на компьютер. И впоследствии загрузить в ваш электронный курс. Помимо использования whiteboard, как обычной маркерной доски, вы также через кнопочку опции можете добавлять текст. Также вы можете добавлять картинки при помощи кнопки опции и добавить картинку. Вот у вас загружается картинка, вы можете ее перемещать и масштабировать, как вам удобно. Вы также можете поделиться вашей доской. Для этого опять мы возвращаемся к кнопке опции и нажимаем кнопочку Share. У вас появляется ссылка, которую вы можете прикрепить в ваш электронный курс. И, перейдя по ней, студенты попадут на вашу доску. Для того, чтобы очистить доску полностью, нужно нажать вот сюда на мусорное ведерко. И подтвердить. Вот, сервис очень простой. Так как доска разлинована, мне кажется, здесь будет очень удобно писать какие-то уравнения или даже чертить графики. Давайте рассмотрим следующий сервис. Он называется O-Whiteboard. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, достаточно также просто перейти на сайт. Здесь достаточно будет нажать на кнопочку Stop Drawing. И вам также будет доступна доска для работы. Здесь также достаточно простой интерфейс. У вас есть несколько инструментов. Карандаш, маркер и стрелки. Давайте возьмем карандаш. Можно отрегулировать его толщину. И в кнопочке повыше можно выбрать цвет. Давайте возьмем зеленый в цвет приложения. И также при помощи мыши вы можете писать какие-то ваши уравнения, рисовать разные схемы. Здесь также есть ластик. Можете стереть лишние элементы. Здесь также можно добавлять фигуры при помощи соответствующей кнопки. Добавлять текст. Вот эта вот стрелочка, она отменяет действие. А верхняя позволяет вам выделять и перетаскивать. Также можно удалить. И, наверное, для меня такой плюс данного сервиса в том, что здесь можно добавлять заметки. То есть вы можете добавить какую-то заметку и подписать, может быть, уточнение. Например, вы провели занятие, и у вас некоторые студенты не смогли подключиться, но вы хотите сохранить видео или сохранить доску, и вы можете при помощи такой заметочки оставить им какой-то комментарий. То, что вы написали на доске, также можно сохранить, нажав на кнопочку Export Board, и вы можете сохранить как PDF или как картинку, и впоследствии также загрузить на ваш курс. Доска также бесконечная, вы можете не стирать, а просто передвинуть то, что вы написали, масштабировать вашу картинку. И она также не разлинована, но тут есть точки, которые могут вам помочь более емко и более красиво написать тот контент, который вы хотите продемонстрировать. С этим сервисом, я думаю, все. Давайте перейдем к следующему. Он называется Ziteboard. Вы переходите на сайт, и у вас сразу же открывается доска для работы. В принципе, она по функционалу практически такая же, как для предыдущих, но здесь у вас просто белая доска, она не разлинованная. Есть карандаш, три цвета, при помощи которых вы можете также писать какие-то уравнения, рисовать схемы и, собственно, пользоваться данной доской, как обычной. Вторая кнопка – это ластик, и третья позволяет вам добавлять стикеры. Также, как на OU App, вы можете добавить стикер с каким-то комментарием. Доску можно перетаскивать, не обязательно стирать, и есть кнопочка отмены. И в трене действия. То изображение, которое в итоге получится у вас на Ziteboard, вы также можете сохранить, нажав на настройки и выбрав Export S. И вы можете сохранить ее как изображение в PNG, либо как PDF. Но для того, чтобы это сделать, вам нужно зарегистрироваться. Но на самом деле здесь нет ничего сложного. Зарегистрироваться можно здесь, через кнопочку Login, и выбрать, например, ваш Google аккаунт или Facebook. Вот, сейчас я вошла. По функционалу у меня, в принципе, ничего не поменялось, кроме того, что я теперь постоянно буду иметь доступ к своей вот этой вот доске. Могу ее сохранить. Например, вот как PNG-файл. Все, картинка у меня сохранилась. Ziteboard можно поделиться. Также через настройки. Здесь есть кнопочка Share to View. У вас тут появляется ссылочка, которую вы копируете и передаете, например, вашим студентам. На Ziteboard вы также можете добавлять файлы. Давайте посмотрим, как можно добавить картинку. Заходим в настройки. Нажимаем кнопочку Insert. Через Выберите файл выбираем нужную картинку на нашем компьютере. И загружаем. Вот у нас наша картинка. Ее также можно перетаскивать. Предыдущие три сервиса можно использовать без регистрации. И вы можете демонстрировать то, что пишется на доске во время демонстрации вашего рабочего стола в вебинаре. И еще один сервис. Это iDraw. Тоже классный сервис, но здесь нужна регистрация. В принципе, ничего сложного. Вы также можете воспользоваться вашим Google аккаунтом или Facebook, или Windows, Microsoft аккаунтом. Давайте я пробую через Google. Когда вы заходите, у вас появляется вот такое вот меню с досками. Вы можете создать новую доску, нажав Create New Board. Выглядит она вот так. По интерфейсу, по инструментам, в принципе, то же самое. У вас есть карандаш. Можно менять его толщину. Можно изменять цвет. Также можно писать все, что вам необходимо. Можно рисовать схемы. Также есть инструмент линии. Можно добавлять геометрические фигуры. Текст. Тут есть резинка стирательная. Вы можете стереть ваши элементы. Есть также ладошка, которая позволяет вам их перемещать. Ладошка находится рядом с резинкой. И, наверное, преимущество данного сервиса в том, что здесь помимо текста и рисования можно вставлять формулы. Для этого есть специальная кнопка. Она так и называется «Формула». Вы выбираете формулу, щелкаете на свободное пространство и вписываете. Например, давайте добавим дробь плюс, например, логарифма от х. Пусть это будет равно сумме трех х. Вот такая формула у меня получилась. Я могу ее отмасштабировать и передвинуть. Еще немного про конструктор формул. Давайте я продемонстрирую, что тут можно в формулу добавлять. Это, конечно же, вычислительные знаки различные. Это дроби, квадратные корни, переменные со степенью или с индексом, с основанием, скобки, разные функции. Данной доской можно поделиться. Вот здесь, сбоку, у вас будет ссылочка, которую вы можете прикрепить в электронный курс или отправить студентов. И, перейдя по ней, у них также будет доступ к данной доске. Здесь есть чат. Если вы пригласите студентов, то сможете здесь переписываться. И еще из плюсов этой доски вы можете выбрать ее фон. Для этого есть вот эта кнопочка «Настройки», где вы можете выбрать задний фон доски. Это может быть просто белая доска, может быть вот такая коричневая, и она может быть разлинована. Но клетка здесь достаточно мелкая. Если вы хотите сделать клетку покрупнее, вот здесь вот в левом нижнем углу есть масштаб, и нажимая на плюс вы можете клетку увеличить, и, соответственно, вам будет проще писать от руки. То, что будет на вашей доске, вы также можете сохранить, нажав на iDraw и выбрав «Сохранить как PDF» или «Сохранить как картинку». Так как вы регистрируетесь в данном сервисе, у вас есть учетная запись, и все ваши доски сохраняются в учетной записи. Чтобы вернуться в меню, нужно нажать вот сюда «Ядро» и «Назад к доскам». У меня есть, например, старая доска, я могу зайти в нее, и вы увидите, что здесь все мои объекты, которые я писала, они сохранились. В бесплатной версии вам доступно 5 досок, и этого, в принципе, достаточно. Можете пользоваться одной, просто после каждого занятия сохранять то, что написано в качестве картинки. Итак, мы рассмотрели 4 сервиса. Это Whiteboard Fox, O-App, Ziteboard и iDraw. Все они бесплатные, и можно использовать их в качестве виртуальной доски, на которой можно писать, печатать текст, добавлять картинки, рисовать разные схемы, и далее эти картинки, получившиеся, сохранять, и, в принципе, делиться досками. Надеюсь, вы будете использовать данные сервисы, и они помогут делать ваши дистанционные занятия более, может быть, привычными, более похожими на очные, и помогут вам более четко и ясно доносить материал. Удачи вам в освоении и использовании данных сервисов!